Для создания таких металлических выпахлых букв выбираем главное, чтобы шрифт был жирным. То есть, неважно какой, чтобы не было таких фигурных элементов, как можно более проще. Для компьютера на Windows это будет шрифт Arial, для Linux это будет SANS. Любой шрифт без таких вот украшений, извилин, которые используются для удобства чтения на бумаге. Так, берем редактирование шрифта и делаем его жирным болт. Увеличиваем. Вот так, думаю, будет достаточно. И делаем для него тоже обводку, тоже строк. Причем толщину выбираем порядка, наверное, нет, ну не 8, а 6. Да, вот такая вот толщина будет. Далее. Для обводки применяем градиент, который мы уже создавали. Выбираем обводку, линейный градиент. И вот этот металлический градиент, который мы создали. Теперь для выразительности, так как находится в одной плоскости, можно было бы повернуть так же под углом, как мы сделали это с предыдущими градиентами. Но для выразительности мы сделаем чуть-чуть по-другому. Мы разместим его практически полностью вертикально. Нажмем Shift, если кому-то мешают привязки, когда под кнопкой Shift привязки отключаются. И сделаем вот так. Как видите, чуть-чуть под углом, то есть уклоны есть, а так практически вертикально. Это что касательно обводки. Теперь заливку делаем темно-серым. И применим еще один элемент, который используется. Он нереалистичный, то есть в реальной жизни вы такой не заметите, но для выразительности получается очень красиво. Так, во-первых, сделаем тень для текста. Ctrl-D продублируем. Опять же, зальем все черным. Под низ. Вправо. Вниз. Ctrl-Shift-F. Открываем заливку и делаем размывку единицу. Вот. Это будет тень. Далее. Дублируем сам текст. Ctrl-D еще раз. Преобразовываем его в путь. Object-to-Path. Мы получаем группу из 8 элементов типа путь. Разбиваем эту группу. Ctrl-Shift-G. И все эти 8 элементов объединяем в единый путь. Combine. Чтобы это считалось единым элементом. Далее. Убираем stroke. Как видите, что я говорю, когда убираем stroke, сам по себе элемент становится чуть-чуть побольше. И нам от этого нужно сейчас избавиться. Красим в какой-нибудь яркий цвет, чтобы мы видели отличие. И выбираем путь динамический offset. Сначала увеличим, чтобы видеть именно край. И выбираем путь динамический offset. И чуть-чуть уменьшаем. Уменьшаем до размеров. Вот до размеров заливки, чтобы не задевать сам stroke. Да. Вот так. Достаточно. Теперь. Заново уменьшим. Объединим. Увидим. Всю картинку. И для получившегося. Вот этого вот шейпа. Для получившегося пути. Нарисуем овал. Чтобы он вот так-то частично перекрывал. Shift выберем. Тот путь, который мы нарисовали. Дальше заходим в путь пересечения. И остается вот эта нижняя часть. Далее ее выкрашиваем в белый. И применяем к ней градиент. Простой градиент. Полупрозрачный. Для заливки. И далее его можно повернуть. Можно повернуть вот так. Главное, чтобы была как бы видна границы разделения. Или можно повернуть. Тут даже получается достаточно выразительно. Вот так. Вот так. Вот так. Вот металлическая табличка готова. Бликов много. Теперь осталось нам подогнать размер картинки. Заходим в Document Properties. Feed Page to Selection. Замечательно. Вот у нас картинка получилась. Далее. Если захотите нарисовать не обязательно сталь, а какой-нибудь другой элемент. Рисуем тоже прямоугольник. Заливаем его градиентом, который мы делали. И поверх него накладываем еще один прямоугольник такого же размера. Заливаем его в какой-нибудь желтый цвет. Не такой ярко-желтый. Вот такой вот цвет. Ctrl-Shift-F. И делаем ему прозрачность порядка 30. Пожалуйста. Получается некое подобие золота. Золото можно рисовать и просто чередуя. Такие же оттенки, только для желтого цвета. И также можно вот таким вот наложением. Типа фильтра. То есть что-нибудь наподобие всяких меди. Наложить белым. Получить серебряную, более светлую поверхность. И так далее. И даже какие-нибудь неестественные цвета. Типа зеленого. Синего. Голубого. Тоже получается такой эффект металла. Вот это была основная техника создания для металла. Для хрома будет в другом скринкасте. А металлическая табличка готова. Теперь можете сделать что-нибудь на свое собственное усмотрение. С вами был True Cryer. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...